Город без наркотиков Наркотики были обнаружены и изъяты Кузнецов Виталий Андреевич Он только что решил попробовать Наркотики как давно употребляешь? Вот первый раз? Сегодня и попался Это же смешно, понимаешь? Попробовал и сразу попался Ну как тоже попробовал Всегда наркоманы говорят, что только что Вот только, вот в первый раз На самом деле есть у нас подозрение Что молодой человек врал И наркотики он пробует уже давно Во вторник совместно с уголовным розыском И патрульно-постовой службой Верхней Пышмы Задержали торговца курительным дерьмом Лисин Валерий Владимирович Он так хорошо покурил, что даже адрес Свой с трудом вспомнил Проживаешь где? Проживаю на поселок Балтем Улица Господи, я уже забыл Какая там улица Задержали при попытке продажи GVH Который он приобрел через интернет Очень он взволновался Интернет ведь не сдашь Напряг свой прокуренный мозг Изловчился и через знакомых сдал Еще одного наркоторговца Инович Георгий Иванович Все говнокуры сдают, кого только можно Сидеть-то не охота Также попался еще один распространитель Курительного говна Помог купить отравы Своей бывшей однокласснице Кто его учил так за девочками ухаживать? Но в процессе допроса все стало ясно Ну вот я там Одной девочке вот этой плана хотел замутить И меня вот задержали Девочкам нужно дарить цветы А если угощать То лучше чем-нибудь вкусным и полезным Парню еще только 20 лет Есть вероятность, что поумнеет Совместно с транспортной милицией Сработали по наркоторговке По информации агентов Внедренных в наркосреду Узнали, что она занимается сбытом Только по ночам Что ж, наши парни днем ловили дневных наркоторговцев А ночью приделали эту ночную людоедку Задержали с 20 граммами героина Дома нашли 75 граммов Все при ней прилипло железобетонно Во вторник совместно с участковыми Задержанные Березовского городского УВД Прикрыли крокодиловый притон По адресу город Березовский Улица Красных Героев 2, квартира 7 Тоже мне герои нашлись Там задержали наркоманку с фамилией Недавно приезжали французские журналисты У них крокодил напал на Париж А у нас Париж Ходит в гости крокодилу Вот и мужик у них на притоне С весьма символичной для крокодилового наркомана Фамилии Баранов Сергей Александрович Прям Баранов фамилия Это подходящая Какой крокодил откажется от Барашка В среду сработали с Чкаловским уголовным розыском От агента, внедренного в наркосреду Узнали, что некий Евгений Продает курительное дерьмо Но мы этого Евгения и взяли при продаже В начальниках Евгений Андреевич Он не работает, кует дерьмо Напрочь вышибающие мозги Так что ему только во благо Посидеть вдали от наркотиков И задуматься о дальнейшей жизни Это мы ему и устроим В четверг узнали Что два молодых у Тырка Решили сделать карьеру наркоторговцев И стали распространять GVH Совместно с железнодорожным уголовным розыском Приделали двух братьев наркоторговцев Семейный бизнес по продаже наркотиков Поминных Александр Сергеевич Как ты здесь вообще оказался? У тебя брат здесь живет? Или что? Вот это твой брат? Да? То есть он здесь живет? При себе было 12 грамм курительных смесей То же самое нашли у них дома Также в четверг совместно с уголовным розыском УВД Первоуральска Зашли на притон по улице Ватутина 51, квартира 17 Прям какой-то птичий пашкет для крокодила Наркоманка Голубчикова Тут же видимо ее дружок забился в угол На шкафу попугаец со сломанной психикой У главного вальщика фамилия Павлинов Но когда наши парни зашли в адрес Он перепутал свою птичью породу и полыхнул как феникс В этот раз рядом было одеяло В которое он завернулся и потух Но уже не павлин, а так курятина паленая Также ликвидировали притон Который располагался по адресу Ереванская 60 В квартире 136 Какой-то запредельно мрачный и безысходный наркопритон Хозяйку уже не раз привлекали за содержание Ничего не учит Ей уже под 40, выглядит лет на 70 Также ликвидировали притон по адресу Прибалтийская 15, квартира 5 Приехали два братца из Кушвы в Екатеринбург Папаша позвал сыновей на работу Но они почему-то решили отпраздновать приезд с крокодилом Лучше бы не приезжали Кому нужны такие работники? В пятницу от агентов, внедренных в наркосреду Узнали, что один из таксистов совмещает свою работу с торговлей наркотиками Вот не повезло его пассажирам Нашли под него закупщика И совместно с уголовным розыском Чкаловского УВД Приделали при продаже одного грамма курительной дряни При задержании он не хотел вылазить из машины И попытался легаться Тоже конь нашелся Но все это было лишним Все равно скрутили И вот смотрите Молодой здоровый парень Работал таксистом Вся жизнь была впереди А теперь будет сидеть в тюрьме За наркоторговлю Вот где логика Разве стоит губить свою жизнь? Совместно с участковыми железнодорожного района Поймали еще одного безмозглого наркоторговца Фамилия как у тебя? Черков Имя, отчество? Евгений Валерий Он уже судим Но ума это ему не добавило Как не продавал-то? Вот так не продавал Как не продавал? Вот так Это твоя позиция, да? Дайте маме позвонить Позже ему все объяснили А ты когда помогал, как по твоим словам Ты знал, что вот ребята, которым ты продавал Они несовершеннолетние? Да Знал? Да Также в этот день поймали двух Совсем маленьких говнокуров Обучаешься где? В школе Какой класс? 8 мая Показывать мы их не будем Пока за их воспитание отвечают родители Тебе что родители дома скажут? Ничего не будут говорить Молча будут бить? Молча Сразу приступят к делу Да? К телу А тебе что дома родители скажут? Дед спешит Но сам факт, что наркотиками торгуют Уже в 14 лет крайне печален Берегите своих детей Так прошла очередная неделя О некоторых операциях мы не рассказываем Поскольку идет продолжение Обязательно расскажем чуточку попозже Будем и дальше работать Всем привет Берегите себя Также напоминаем о нашем телефоне 002 абонент без наркотиков Либо 8 953 400 953 Если вам известно о фактах наркоторговли В вашем городе Сообщайте Обязательно что-нибудь придумаем Субтитры сделал DimaTorzok